Алла Ефремовна, случилось в Москве неприятное событие, задержали журналистов, задержали журналистов Медузы Ивана Голунова, очень известного расследователя, он расследовал такие дела, как про мусорную мафию, похоронную мафию, мафию в банках, которые отнимали квартиры у людей за просрочку кредитов за один день. И вдруг его задерживают с наркотиками. Поднялась колоссальная волна протеста, такая журналистская солидарность, общественная солидарность. Наверняка вы следите за событиями. Конечно, и самое частое. Как бы вы могли выразить свое мнение? Ой, вот именно что выразить. Прежде всего и солидарность, и сопереживание после Ивана и его мамы. Я знаю, что у него мама есть. И сотоварищество. Вот это может быть самое главное. Я ведь журналистикой, ой-ой-ой, сколько лет, даже страшно вспомнить. В середине 60-х была моя первая статья в журнале «Юность». И в те времена мы старались как могли. Вот журналисты моего круга. Таких было все-таки достаточно. И мне сейчас не хочется таких, как и Вагсберг, и Аграновский, и Борин, и многие-многие другие. Все старались что-то все-таки сказать, вопреки всему и несмотря ни на что. Крутились как могли. Искали слова, искали изопов язык. Ну, и были статьи блестящие. Но, конечно, цензура все, что могла, выкорчевывала, абсолютно вычеркивала, вылизывала. И сажать за то, что написано было невозможно. Сажали, скорее, за то, что читали. Вот за это сажали, за наше подподушечное чтение. И обыски были, когда искали эти книги, сам издатовские книги. И за это сажали, и за это приглашали в КГБ на всевозможные беседы. Вот я дважды была по этому поводу. Вот. Только, может, и не посадили. Так вот, не за то, что писали, а за то, что читали, я бы сказала, скорее. Потому что, нет, то, что писали подпольно, то, что писали, то, что была хроника, за которую как раз и посадили знаменитая, и за книги, которые не издавались, и за статьи, которые не печатались. Да, за это, конечно, сажали. Но не сажали за то, что было все-таки напечатано. Потому что это все было уже, ну, я должна сказать честно, что я подписалась вот под каждой своей статьей. Но если бы я писала их заново, они, конечно, были бы совсем другие. Они были все равно честные, но они были бы другие. Так вот, так вот, что я хочу сказать. На такие расследования, на которые идут наших порой журналистов, их немного, но есть классные в новой газете, совершенно замечательные. И вот Иван Голунов один из первых, один из лучших, один из самых сменных, один из самых честных, один из самых добросовестных, дотошных. Вот в расследовании безумно важно ни эмоция, ни какой-то такой всплеск какой-то реакции чистой, эмоциональной. Мы, скорее, делали такую художественную публицистику в лучших своих статьях. Это была художественная публицистика. Это был темперамент, это было какое-то сопереживание к какому-то поступку, к какому-то явлению. И то, что делает Иван Голунов, это дотошное, спокойное, жёсткое, честное, абсолютно доказательное каждой строчкой расследование. И какие расследования, мы сейчас их назвали, их у него было ещё больше. И, конечно, они его ненавидели. Ну, конечно. Потому что убедительность была такая, он же целые мафии, можно сказать, выпускал на поверхность. Их всех надо было сажать, а за ними ещё других, а за ними и за ними, и сверху, и внизу, и сбоку, и справа, и слева. И они его ненавидели. Это всё было понятно. И такая опасность есть у каждого журналиста быть схваченным, с каким-то подброшенным предметом, то ли, я не знаю, оружием, то ли наркотиками, то ли каким-нибудь воззванием долой местной власти, не местной, что угодно. Такая опасность есть у всех таких журналистов, у всех. Сколько таких журналистов мы потеряли? Сколько таких журналистов они убили? Они убили. Сколько журналистов. Сколько памятников у нас уже. И он очень хорошо сказал, Иван, что он выступает, как на собственных похоронах. Он присутствует, как на собственных похоронах. Вот это действительно именно это состояние. И когда я думала о нём, это такое предпохоронное состояние, потому что всё, что угодно может быть. Всё. Что меня потрясло во всей этой истории? Ну, прежде всего, сам этот факт. Во-вторых, как он себя вёл, конечно, спокойно, достойно и благородно. Ну и самое главное, как поднялась общественность. Прежде всего, журналисты, конечно. Конечно. Никогда ещё я не помню, чтобы журналисты были так едины, так спаяны, так организованы в своей защите, в защите Ивана. И то, что сейчас ему дали хотя бы домашний арест, но арест. И дело по-прежнему в их руках. И дело продолжается. И то, что сейчас, вот через каждую секунду я получаю сообщение, продумывается план дальнейших действий, потому что надо, чтобы он был полностью оправдан, и это мало, чтобы сели те, кто всё это придумал, кто всё это заделал, хотя бы когда-нибудь. Кто-то, кто всё это творит, всё это безобразие в стране, ну, хоть кто-то должен быть наказан. Вот кто-то из этих чиновников, из этих, так называемых, защитников правопорядка. Вот кто-то, когда-нибудь. И чтобы был процесс, открытый, гражданский процесс, гражданский в том смысле, да, это должен быть настоящий процесс, уголовный процесс, но гражданский, чтобы все двери были открыты, все СМИ могли иметь доступ к такому процессу, будет он или нет, я, конечно, не знаю. У нас не было процесса, и Нюрнбергского не было, нашего процесса. Все наши страдания многие из-за этого, что мы не осудили по-настоящему ни тот режим, ни сталинский режим, ни самого главного организатора и вдохновителя этого режима, самого организатора Сталина. Ничего этого не было, и поэтому сейчас отголоски, генетические отголоски всего этого сейчас возвращаются, и, надо сказать, с каждым годом всё больше и больше. Интересно то, что безобразие в стране, экономический кризис и многое-многое другое не приводит к тому, что давайте думать, что делать с этим режимом, что делать дальше. Нет-нет, самое простое, давайте, чтобы было как раньше. Да, пусть будет как раньше, пусть ничего не будет, но пусть будет так, как было. Пусть вот так тот порядок, вот то ничего, когда пустой магазин, ну и ладно. Зато когда доставали, радость какая была. Я никогда не забуду, сколько я буду жить, я не забуду без сна, изумительный день. Я иду вот тут вот по Ленинскому, идёт пара мне навстречу, молодые, красивые, чудные. И он говорит, слушай, Тань, я помню даже, как её зовут, Тань, повезло-то как. Она говорит, да, здорово, действительно повезло. Сосисочки без очереди достали, сейчас от... Понимаете, они не скажут, слушай, чему мы радуемся, чёрт возьми, что мы сосиски с тобой достали, извините меня, в 20 веке, это были 80-е. Нет, радость, так вот по этой радости тоска. Что вот ничего не будет, но зато достанем, а потом похвастаемся, потом скажут ей. И сейчас я думаю, я думаю, вот последних два события, вся история с храмом в Хренбурге, когда организовано, чётко, умело, достойно, без вопли, без криков, в такой хорошем, продуманном сценарию протеста, не просто таком, знаете, вышли-вышли, поорали и ушли. Вот когда есть, я подумала, это очень важно, когда есть точная цель, не против чего мы, а за что мы. Вот мы за то, чтобы этот храм в нашем единственном садике, в этом месте не стоял. Мы за то, чтобы Ивана отпустили и признали свою вину те, кто всё это сотворил, а если не признают, что были осуждены, всё равно. Вот мы за это. И когда есть конкретная задача и конкретный повод, очень серьёзный, очень, как сгруппировались, и как собрались, и как изменился стиль протеста. И стиль протеста очень изменился. Он организованный, он продуманный. Смотрите все эти видео в сетях, эти достойные выступления известнейших людей. Всё очень спокойно, всё без крика. Я просто преклоняюсь перед теми, кто всё это организовал, организованно замечательно, сама в какой-то всех не участник этого. И просто радуюсь, что вот сейчас так можно. Вы знаете, у меня впервые, впервые за последнее время, потому что какой-то был период, даже в страшные 90-е, страшно, как говорят, было чувство безопасности от произвола власти. Было чувство безопасности, не было чувства безопасности от того, что идёшь по улице и не знаешь, кто у тебя хлопнет по голове или кто тебя там зарежет. Это, конечно, было страшно, особенно такая была волна жуткого антисемитизма, и столько угроз и всего. Сейчас не об этом. Но безопасность, было какое-то чувство защиты власти. Вот всё-таки идёт твоя власть, она всё-таки твоя, она тебя не даст в обиду. Потом всё это кончилось, и наоборот, чувство постоянной опасности. Постоянно, ты не знаешь, потому что вот эти последние законы против власти, что-то там пискнешь, а может даже не пискнешь, а споёшь или ещё что-нибудь в этом духе. И появилось чувство такой реальной опасности очень многих. Сейчас очень многие стали говорить, мы с вами уже на эту тему говорили, я повторяться не буду, об отъездах. Очень многие, очень многие. И вот у меня впервые за долгое время, за последнее, появилось чувство безопасности, потому что не дадут общество, граждане, неважно кто это, писатель, журналист, актёры, интеллигенции, учёные, профессора, да просто люди, Ваня Станин. Что-то такое происходит, что вот так вот, если ты не виновен, они тебя не отдадут в руки полиции. И не знаю, чем вся эта история кончится. Но мне кажется, она просто так не кончится. Да, это видно, вот эта общественная солидарность, которая отстояла эти два события в Екатеринбурге. Это ещё не последнее, конечно, сейчас, но всё-таки. И с Иваном, да. Но меня больше поражает, это даже претензия не к обществу, а даже я к самому себе предъявляю. А когда Иван писал эти статьи, где мы были, они же были написаны давно, уже много лет они в архиве «Медузы», да, висят. А где мы были, когда он писал об этом бодитизме, жутком, о произволе власти? Почему мы молчали? И мы опоздали с этими протестами. Парня уже посадили. Парня уже посадили. Это правильно. Это очень правильно. Когда есть, вам дают сигнал, вам показывают, что происходит. Так будьте солидарны. Так будьте, так сказать, подпишитесь по моим, ну, в смысле поступкам, делам, вызовам и так далее под тем расследованием, которые я сделала. Конечно, этого не было. Конечно. Когда-то покойная Анна Политковская говорила, вот я готовлю материал и думаю, вот завтра выйдет новая газета, и просто вся страна встанет на дыбы. Выходит статья и тишина. И вот так же Иван Голунов. Выходит статья и тишина. Другая статья и тишина. И только когда его посадили, мы поняли, какой это журналист и какие он серьезные расследования делал. Я когда-то, не знаю, я по-моему даже рассказывала, меня не пускали, не выпускали мою книжку о Чуриковой. СМИ Олег Чихонцев, такой великий поэт, говорит, читаем книжку о Чуриковой, как сам издатель. И мне главный редактор издательств говорит, вот так пишите о Чуриковой, в смысле так высоко, как будто она умерла. Я говорю, ну да, конечно, в России, чтобы жить, надо умереть. Чтобы твое имя прозвучало, и ты а-а-а-а, да? То же самое здесь, вот то же самое произошло. Пока он, так сказать, шил, работал. Ну, спасибо, молодец, хорошо. Но чтобы выразить вот то, что говорила Аня, вот то, что Аня замечательно это сказала, конечно, этого, конечно, нет, конечно, нет. Я, кстати, она тоже, думаю, вот новая газета, это чудо какое-то, памятник при жизни, как говорится. Вот такое какое-то, кажется, что все мы должны немедленно что-то делать. И сама я тоже же, как говорится, сижу, и тоже вроде, да. И единственное, что я могу делать, это вычитали, вычитали, вычитали. А что такое? А, да, ну, это уже известно. Что известно? Ну, воруют. Уже, понимаете, привыкли к этому. Уже привыкли. Как раньше привыкли к тому, ну, сажают. К этому тоже почти что привыкли в свое время. Поэтому... Ну, какие-то сигналы и все-таки надежда на то, что общество меняется. Нет, конечно. Нет, и главное, главное, кто меняется и на кого-то. Зарежьте меня. У меня какая-то интуиция есть. Я верю в нашу молодежь. Вот не в ту молодежь, которая 25-30, а вот ту, которая сейчас 18-19-20. Я посмотрела на лица тех, ну, на видео, кто у суда был, когда вот ему вынесли решение. Одна молодежь. И такие лица замечательные. Что думаете, у них нет думающих ребят. Пришел факультет журналистики, и не только он. Многие-многие-многие-многие. Дай бог, чтобы расправа сейчас над ними не было. Ну, да. Те бабушки, которые у Путина просили в начале 2000-х, верны не нам, Советский Союз, эти бабушки уходят, и на смену им приходит вот эта молодежь. Молодежь. Но на смену им еще приходит, еще не пришла эта молодежь. Она только идет. А на смену, к сожалению, довольно противные всякие вот 50-60-летние, которые все еще оттуда. И держатся за деньги, за власть, за это, за то. Вот, и поэтому... А тут идут ребята, которых еще ничего нету. Они еще... Им еще нечего терять. Понимаете? Они еще не почувствовали этот мерзкий вкус богатой жизни. Когда терять. Они еще не знают, что это такое. Яхты, поездки, рестораны, отели и так далее. Они ничего этого еще не знают. Я же не говорю, что это плохо. Я вовсе, наверное, я не коммунистка. Да замечательно, ты заработал. Да 20 яхт. Если ты трудом стоишь. Есть же замечательные бизнесмены, талантливейшие, которые именно трудом, мозгами, уникальными мозгами заработали эти деньги, то пусть они ездят... Пусть, кстати, их бизнес таких будет защищен. Но он только тогда будет защищен, когда тех бизнес, так называемый бизнес, который весь наворован, будет... Невозможен будет. Только тогда настоящий бизнес будет защищен. Только тогда. И тогда, дай бог. Именно за такую страну и должны идти эти молодые. И пусть у них все будет. Пусть они заработают. Пусть они едут. Пусть они видят. Пусть у них будет 20 яхт, я не знаю, что угодно. Поэтому... А этот бизнес на крови, на слезах людей, сделан. Ну, вот именно. Поэтому есть, кстати, об этом тоже мало говорят. И это неправильно. Потому что у народа тоже неправильное представление, что у всех, у кого есть деньги, это все ворюги. Это все ворюги. Я говорю, я, который, как вы понимаете, к этим денежным людям не имею никакого. Но это я знаю достаточно многих людей, которые действительно мозгами заработали эти деньги. Честь им не спала. И очень помогают. Очень. И культуре, и искусству, и медицине, и образованию. Очень. Если бы они, так я не знаю, вообще подоклимы, наверное. Но об этом, кстати, мало рассказывают. Вот о таком честном бизнесе. И надо... Почему? Почему могут быть герои, летчики, танкисты, я не знаю, эти самые рыбаки и водолазы? Почему не может быть героем настоящий, умный, толковый бизнесмен, у которого, да, он миллионер, может, даже миллиардер. Но как он заработает эти деньги? Пусть он расскажет. А я объясню, почему. Потому что если сформировать образ порядочного, честного бизнесмена, у него уже не отберешь бизнес. Да, совершенно верно. И все. Совершенно верно. А у них-то как раз и отбирают. Да, в общем, проблем много. Мы сейчас вернемся к тому, что будем болеть за Ивана и участвовать насколько можем во всех акциях, которые этому будут. Кто как может. То рублем, кто обращением, кто выходом на улицу. Совершенно правильно. Абсолютно. Спасибо, Аллафрин. Абсолютно.